С начала февраля все граждане России могут бесплатно стать обладателями земли на Дальнем Востоке. Речь о так называемом дальневосточном гектаре. Ранее заявку на него могли подать только местные жители. Репортаж Макара Руденчика. Увлечение пейнтболом и экстремальными видами спорта далеко не весь круг интересов москвича Александра Арестова. Недавно он с друзьями решил обзавестись землей на Дальнем Востоке. Подали коллективную заявку на получение 10 гектаров в Амурской области под развитие экотуризма и, что называется, просто для жизни. Первая наша цель это обеспечение некого миниатюрного экопоселения, в которое можно будет привезти свои семьи. Мы нацелились на Амурскую область. Там очень красивые живописные места. Там есть сопки, там есть реки, там есть тот же Амур, величайшая российская река. С сегодняшнего дня дальневосточный гектар может получить любой гражданин России. По данным СИОМа, около 6% россиян уже твердо намерены выбрать себе участки. Еще 7% думают над этим. В общей сложности это больше 10 миллионов человек. Сегодня с нуля часов, за несколько часов, первых часов от этого дня поступило около 750 заявок от граждан других регионов. Всего на Дальнем Востоке 610 миллионов гектар. Та территория, которую мы уже, так скажем, почистили, можем предоставлять гражданам, 180 миллионов. Мы эту территорию будем увеличивать. Даже исходя из сегодняшних 180 миллионов, если каждый гражданин Российской Федерации получит по гектару, то земли хватит. Первыми таким правом с июня прошлого года воспользовались жители Дальнего Востока. Получено более 42 тысяч обращений, 9 тысяч в Приморье. В основном землю берут под строительство жилья, создание подсобных хозяйств и разные виды бизнеса. От экоферм до туристических центров. Возможно, это будет связано с некой инфраструктурой отдыха, семейного отдыха, жителей и гостей города от Востока и Приморского края. Мы любим море. Да, Рита, скажи, мы любим море. Мы любим море. Нет. Будем там отдыхать. Ездил по побережью, смотрел участки Безверхова, Перевозная. Этот участок наиболее понравился. Ну, подальше и почище. Житель Владивостока Роман всегда мечтал о своем доме с видом на море. Вид хороший. Залив не замерзает. То есть сейчас зима, допустим, не замерзающая. Вода прозрачная. Ну, я считаю, отличное место для отдыха. Домик, я думаю, ориентировочно будет вот там подсобкой, потому что защищенность от ветра. После постройки собственного жилья в планах поставить несколько домиков для рыбаков и охотников. В летний сезон здесь всегда много отдыхающих. И на этом можно зарабатывать. Подать заявку на землю можно самостоятельно на сайте надальневосток.рф. Для этого на карте ресурса нужно найти интересующий вас участок и проверить, не занят ли он. Те участки, которые уже имеют собственника, обозначены красным цветом. Затем нужно нанести границы собственного гектара и перейти в личный кабинет. Заявление будет сформировано автоматически. Для тех, кто затрудняется самостоятельно оформить документы, открыт Центр консультативной помощи. На рассмотрение заявления и проверку земли на предмет правообладания уходит около двух месяцев. Чиновники признаются, процедура еще не отлажена до конца. Есть сбои. Например, несовпадение границ участков в разных базах данных. Или после приема заявления выясняется, что выбранная земля не подпадает под действие программы. Все эти шероховатости сейчас устраняются. Быстрому освоению новых земель должны поспособствовать льготные условия при получении ипотечных кредитов землепользователями под 8% годовых. Государство дает 5 лет на освоение земли. И в случае, если гражданин ею не будет пользоваться, участок придется вернуть. Федеральная программа «Дальневосточный гектар» будет действовать до 2035 года. Макар Уденчик, Сергей Торопов, Ян Савицкий и Дмитрий Климов. Первый канал. Приморский край.